итак всем привет с вами канал трилобит видео наша постоянная рубрика машины 21 века и стальные титаны и сегодня у нас такой необычный сюжет посмотрел буквально вот вчера на новостном портале mail.ru вспомнили такую очень интересную новость которая была зафиксирована да да на околоземной орбите и даже получила такое интересное название как первое космическое дтп а все дело в том что он как раз на нашей территории то есть на территории нынешней россии столкнулись самые настоящие спутники давайте посмотрим как же все это дело произошло а вот 12 лет назад над полустром таймыр произошло первое известное человечеству столкновение спутников в космосе впервые в истории два крупных космических питательных аппаратов столкнулись 10 февраля 2009 года и это и действительно известный факт более чем через полвека после запуска первого искусственного спутника земли американский иридиум 33 и российский космос 2251 не смогли развернуться на орбитах ну конечно же мы из сша а кого еще можно было бы там наверху встретить и так сразу после произошедшего научных руках и возникли предположения о том что для других космических аппаратов это представляет большую угрозу встал вопрос и безопасности тех кто нахуй находился на международной космической станции ведь после столкновения осколки в условиях космоса могут нанести приличные разрушения вспоминаю что там трени в общем-то нет и действительно осколок который получил ускорение он в общем-то полетит как пуля дальше да пока вот с кем с кем-то или с чем-то не столкнется ну и будет лететь в космос и 10 февраля 2009 года вот пресс-секретарь наса кейли хамфрис заявил о разрушении частного коммерческого спутника иридиум его запустили в 1997 году и на орбите он находился в общем-то достаточно долго причиной аварии назвали космическое дтп то есть российский спутник 1993 году был отправлен на ту же высоту и американские ученые смотрели в произошедшем вину разработчиков то есть в космос мы отправили заведомо неисправный аппарат чтобы такую диверсию сделать и позже выяснилось что вообще говоря и наш спутник и американский давно вышли из строя и в общем-то являлись таким опасным космическим да вот но не мусором назовем-то снарядом который очень мог рано или поздно с другим аппаратом столкнуться от разрушения после аварии осколки фитмер разлетелись по орбите но не в один из других спутников или вот борт мкс они может хочу не попали а между тем на уровне протяжения земли в 800 километрах находилась по разным оценкам около 70 исправных рабочих спутников как российских так и других стран и в общем-то последствия столкновения могли бы быть вполне серьезными есть мнение что 800 километров это вообще очень популярная орбита это орбита дистанционного зондирования земли и спутниковой телефонии поэтому там всегда очень много спутников связи и в том числе конечно действующих вот одних спутников из серии иридиум на этой орбите целых 66 штук облако облаков которое возникло после столкновения двух объектов представляет для этих аппаратов реальную угрозу и вот через пару недель после происшествия на землю начали падать обломки разбившихся аппаратов по данным которые вот военные но так вот бросили такие доступные источники кстати на сайт поясу это да что-то вот попало из таких комментариев вот некоторые фрагменты даже были определенным названием так охарактеризован то вот 036 пикс да вот он вошел атмосферу земли 12 марта обломок 036 и и далее 28 марта 036 mc 30 марта и так далее то есть действительно регистрировалась такой вот дождь из осколков да и соответственно здесь опасения высказали экологи потому что такие обломки они вообще-то могут загрязнить говоря ту территорию на который вот то вероятно сел падение произойдет а это в общем то тогда вот по оценкам как раз была территория россии катастрофа произошла на таймыром нашим и еще был еще такой интересный факт что в сша ну бросили небольшой слух о том что якобы на борту одного из спутников вот сидим мог находиться ядерный реактор и вот представляете что могло бы случиться если бы вот один такой обломок мог например попасть озеро байкал или там еще куда-нибудь поэтому сейчас контроль расчет вернее сейчас расчеты падения обломков спутников они заранее проверяются проводится и вот был даже такой как бы радиопроект контроля да за расчетами за падениями то есть чтобы знать заранее куда упадет спутник до случае его выхода из строя случае их то вот подобных космических дтп и чтобы действительно никакие вот важные или крупные объекты на поверхности земли не пострадали конечно некоторые осколки могли сгореть и падение в атмосфере а какие-то до сих пор могут пребывать на орбите и вот почти через 11 лет феврале прошлого года специалисты службы слежения за космическими вот такими аппаратами до предупредили о возможном скором столкновении двух спутников которые уже слава богу вышли из строя и речь тогда шла о целой интракрасной обсерватории и раз небольшом аппарате джи джи с и 4 вообще под сейчас подобные дтп по заявлениям ученых могут повлечь большие последствия для других спутников земли потому что как мы уже отмечали их ну каждый год становится больше и больше так что вот такие вот интересные явления происходит над нашей головой можно сказать каждый день каждый год спутники выходят из строя сталкиваются распространяют вот свои обломки и в космос и на орбиту и на землю на вот представляют опасность для всего что летает на околоземной орбите называются эти явления космические дтп и как всегда первое произошло с участием россии и сша это было 12 лет назад над полуостровом таймэр с вами был канал переладит видео вот такой интересный забавный новостной сегодня у нас сюжет из серии стальных титанов машин 21 века наносит где-то спутники космос так далее так что вот насчет ядерных транспортников до марса венеры и плутона мы пока еще конечно не доросли а космические дтп уже вполне неплохо можем устраивать вот так что вот в чем-то это российская космонавтика идет впереди планеты сей всем привет подписывайтесь на наш канал у нас сейчас активно игровой ролик просто так получилось обновил недавно компьютер вот и до долгожданное обещание про миры боевых роботов про миры звездных войн промажуть парочку современных рпг естественно то что я обещал игровым фанатам подписчикам зрителям любителям прохождения видеоигр сейчас вот на канале будет выходить при этом естественно основные ролики про жизнь на красной площади про фестивали фантастики вообще профан фантастов аудиокниги в том числе про погодные аномалии какие-то веселые моменты интересные также будут выходить так что канал не бросаем подписываемся ставим лайки пишем комментарии делись впечатления до следующего ролика